Хорошо, о чем поговорим сегодня? Место Церкви Христа в религиозном мире. Слушайте, сегодня будет урок несердечного характера и немотивирующего. Сегодня будет в академическом стиле, если можно так выразиться, учение. Причем в двух частях. Будет первая часть вводная, она будет немножко короче. Будет практическая часть, она будет немножко подлиннее, но перерывчик сделаем обязательно. То есть я предлагаю всем сразу настроиться на какой-то серьезный лад. Будет много Библии, будут разные цитаты, из исторических документов в том числе. И мы поговорим о том, кто мы. Этот вопрос, кто мы такие в религиозном мире, вот сегодня мы поищем на него ответ. Почему вдруг такое лидерство? Почему вдруг вопрос поднимается? Ну просто пришло время, как кажется. Потому что вопрос, он где-то витал в воздухе и раньше, но сейчас несколько возросла актуальность. Ну не секрет, наверное, вы знаете, что несколько братьев и сестер покинули церковь по доктринальным причинам. И даже бывает так иногда, что некоторые решили перейти в другую церковь, не вполне понимая доктринальной разницы. Такое тоже случается. Также и желающие все больше в последнее время, которые хотят примкнуть к нашей общине, которые были когда-то там членами других церквей. То есть мы с такими ситуациями сталкиваемся, и мы должны понимать, как к этому относиться. То есть если раньше такие движения были нечастыми, то теперь их стало больше, и нам необходимо об этом поговорить. Откуда взялся вопрос, кто мы такие? Ну, смотрите, раньше было все понятно. Раньше было вообще все понятно, потому что, конечно, мы единственная истинная церковь. Я хочу показать вам цитату, цитату из книги, которая, возможно, даже есть в вашей библиотеке. Если вы помните, такая брошюрка была «Сиять как звезды», у нас была конференция. И там была статья Кипа. Вот давайте маленькую цитату оттуда на экран посмотрим. Кип пишет, «Мы реставрировали библейскую доктрину «Одна церковь, один город». Вывод напрашивался сам собой. Если бостонская церковь от Бога, то их церкви нет. Этот вывод они сделали сами, и, как показало время, не ошиблись». Ну, вот же все понятно. Друзья, а время еще прошло. И что нам время-то показывает сейчас? Это большой интересный вопрос. Наверное, мы давно признали, что такие формулировки неверны. Мы так не произносим уже годы последние. Но согласитесь, что определение «свой» и «чужой» вот эта система было раньше легко. Все, кто спасены, они с нами. Кто не с нами, те не спасены. И по большому счету нам не важно, во что они там верят, если они не с нами. Ну, правильно, мы не особенно изучали вообще вопрос, кто там во что верит в других конфессиях. В какой-то момент наша самооценка изменилась. По разным причинам. Происходит переосмысление каких-то утверждений наших и практик. Появилось разномыслие. Кто-то, как и раньше, верит, что спасение возможно только в церкви Христа. Есть такие люди. Таких людей не очень много сейчас среди нас. Но кто-то поверил, что разницы между конфессиями вообще нет. Если ты исповедуешь Христа, то ты спасен, в какой бы общине ты ни находился. Это другая крайность. Как мы будем сегодня на этот вопрос отвечать, кто мы такие? Значит, мы поговорим о доктринальных различиях между конфессиями. В первой части учения мы определим, какие вообще различия принципиальные, а какие нет. На что вообще стоит обращать внимание. А во второй части мы последовательно обозначим те доктрины, которые характеризуют церковь Христа. Я надеюсь, что к концу собрания у нас у всех сложится какое-то общее представление о нашей конфессиональной идентичности. Но, в общем-то, нужно настроиться на длительное изучение сегодня, поэтому, пожалуйста. В конце, как я понимаю, вопросы всякие тоже. Надеюсь, будет время для этого. Ну, хорошо. Хорошо. Первый отрывок сегодня прочитаем от Марка 9, глава 38-41. От Марка 9, глава 38-41 стих. Присем Иоанн сказал, «Учитель, мы видели человека, который именем твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами». Какое-то недоразумение, да? «И запретили ему, потому что не ходит за нами». Иисус сказал, «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня. Ибо кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас в чашу воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Как относиться к тому, что кто-то проповедует о Христе без нас? Он с нами не ходит, что нам с ними делать? Ну, как выглядит, что нам изначально не нужно относиться к другим конфессиям враждебно. Здесь вот Иисус объясняет ученикам, тут не звучит никакой враждебности, да? И уж тем более не наше дело что-то запрещать. С другой стороны, как мы видим, апостолы этого парня, они пригласили с собой. «Ты не ходишь с нами, а пойдем с нами». Ну, тут такого тоже нет. И мы поэтому не настаиваем, что какие-то другие конфессии должны обязательно верить, как верим мы. Иисус здесь говорит, что люди захотят нам послужить, потому что мы Христовы. Чашу воды могут принести, и хорошо, если мы этим пользуемся. Спасибо. То есть мы не должны относиться к таким людям агрессивно. Мы не должны, мы не обязаны с ними объединяться, но враждебности нет. Если они не против нас, то они за нас. То есть настройки по умолчанию – это позитивное отношение к людям, кто верит по-другому. Ничего страшного. У нас вообще-то есть неплохой опыт практического взаимодействия с разными конфессиями. Я сегодня об этом не буду говорить, но он, вы знаете, многие из вас знают, он есть. Давайте посмотрим еще один текст в 1 Тимофею 4.16. Это все пока введение длинное будет, ребята, может быть полчаса, может быть больше. «Вникая в себя и в учение, занимайся симпостоянно, ибо так поступая, и себя спасешь из слушающих тебя». Этот отрывок из наших первых принципов. Мы обычно рассказываем людям, что образ такой самолета, помните, два крыла. Что более верно, правильно учить или правильно жить, мы спрашиваем. Выясняется, что правильно и то, и другое. Если ты учишь правильно и не живешь так, это не принесет тебе пользы. Если ты живешь высокой моральной жизнью, но в твоем учении есть повреждение, это тоже плохо. Вот такая картинка есть с самолетом. Вы слышали понятие ортодоксия, ортопраксия? Это вот о чем я и говорю. Ортодоксия – это правильное учение. Ортопраксия – это правильные действия, это правильная жизнь. То есть в жизни христианину должно быть и то, и другое. Есть еще ортопатия, правильные чувства, но об этом не сегодня. То есть мы должны правильно учить, мы должны правильно жить. Сегодня в нашем учении мы половину самолета отбросим. Вот так. Потому что мы сегодня говорим не о нашей жизни духовной, мы сегодня об учении говорим, о первой, об ортодоксе. Понятно? Хорошо. Смотрите, мы не говорим сегодня об образе жизни не потому, что это не важно, это очень важно, честно говоря, но тема другая. И чтобы оно все было понятно и все у нас хорошо улеглось, вот сделаем вот так. Мне нужно дать вам некоторые вводные понятия, чтобы все было сегодня ясно. Вот вводные понятия у нас будут такие – догматы, доктрины и мнения. Я объясню, что это такое. Это три уровня возможных разногласий между христианскими конфессиями. Я сейчас каждую из них поясню. Их значения не одинаковы. То есть догматические разногласия, доктринальные разногласия или практические разногласия – то есть огромная разница есть между этими понятиями, и мы сейчас в этом разберемся. Первое. Догматы. Что это такое? Ну, некоторые говорят, что правильно произносить догматы, но как народ говорит, так и правильно. Догматы. Догмат – это основное положение в религиозном учении, принимаемое на веру и не подлежащие критике. Вот что такое догмат. То есть есть вещи, которыми мы вообще не спорим. И никакой здравомыслящий человек, исповедующий Христа, не будет с этим спорить. Догматы не подвергаются критике. То есть если мы берем христианские догматы, предполагается, что с ним должны согласиться христиане любых конфессий. Если кто-то вдруг не соглашается, то, вероятнее всего, такой человек не имеет к христианству отношения в принципе. Вот примеры догматов. Иисус Христос – Бог во плоти. Иисус был распят, умер, воскрес и вознесен. Иисус един в трех ипостасях. Иисус был рожден, а не сотворен. Человек любой конфессии, христианин любой конфессии с этим согласится. Православный, католик, протестанты всех мастей. То есть они будут, скорее всего, с этим согласны. Здесь не о чем спорить. На догматическом уровне мы едины. Мы смотрим одинаково на вот эти все вещи. Ну вот пример. Запрещенная в Российской Федерации организация свидетелей Иеговы. Они отличаются тем, что не считают Иисуса Христа Богом. И мы с ними категорически не согласны уже на догматическом уровне. Вот если можно сравнение двух переводов. Один и тот же текст Библии от Иоанна 1 глава 1 стих. Видите? А в чем разница? Разница в одной букве. Да. То есть мы, конечно, знаем, что в греческом тексте не было небольших букв, ни маленьких. То есть любой перевод – это уже оттолкование. Но вот вверху, видите, русский синодальный перевод, внизу – новый мир свидетелей Иеговы. Разница в одной букве, с которой ясно, более-менее понятно, что для них Иисус – это один из, типа, множества каких-то возможных богов. То есть вот это пример догматического разноглазия. По этой причине, что эти ребята, запрещенные в Российской Федерации, не разделяют догматику христианства, мы, в принципе, не можем их считать христианами. Понятно? Как понять теперь, какие догматы есть, чего нам придерживаться, а чего не придерживаться? В этом нам могут помочь исторические документы, в том числе, вот один из них я выбрал сегодня – это символ веры. Слышали о таком? Уже в первые века своего существования церковь столкнулась с лжеучениями. Мы знаем, что были вселенские соборы регулярные, особенно когда с 4 века церковь стала государственной. Мы знаем, что были вселенские соборы, и их цель была как раз опровергать ложные учения, опровергать ереси. И собирались, так сказать, ученые, христианские мужи, вырабатывали формулировки, точные формулировки, которые они потом записывали. Мы сейчас с вами прочтем, просто прочтем и обратим на некоторые вещи внимание, Никео-Цареградский символ веры, есть такой документ. Название Никео-Цареградский говорит о том, что в двух городах происходили эти соборы, город Никея и город Константинополь, город Царя, да, город Кесаря. Это все происходило в 4 веке, 325 год и затем 381 в Константинополе. Была выработана доктрина как реакция на арианскую ересь, так называемую, которую утверждали, что Иисус – это не Бог. Просто читаем, просто читаем. «Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, рожденного от Отца прежде всех веков, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, одного существа с Отцом, через которого все сотворено. «Для нас, людей, и для нашего спасения, сошедшего с небес, принявшего плоть от Духа Святого и Марии Девы и сделавшегося человеком, распятого за нас при Понтии и Пилате, страдавшего и погребенного, воскресшего в третий день, согласно с писаниями пророческими, вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и снова грядущего со славою судить живых и мертвых, царству его не будет конца. «И в Святого Духа, Господа, дающего жизнь, исходящего от Отца, поклоняемого и прославляемого, равночестно с Отцом и Сыном, говорившего через пророков, и во единую Святую Соборную Апостольскую Церковь, исповедую единое крещение во оставление грехов, ожидаю воскресения мертвых и жизнь будущую. Аминь». Вот скажите мне, пожалуйста, почему бы всем конфессиям с этим не согласиться? А они и соглашаются, нет проблем. С маленькими поправками, там есть маленький нюанс, соглашаются с этим католики, православные смотрят на это очень как «да». А с чем мы здесь чем-нибудь спорим? Мы здесь вообще ничем не спорим. Это догматика церкви, на догматическом уровне мы абсолютно едины с самыми разными конфессиями. Понимаете мысль? Но, правда, есть нюансы. Мы с ними едины, пока не начинаем это расшифровывать. Вот, например, выражение «Единая Святая Соборная Апостольская Церковь». С этим мы согласны. А когда мы задаем вопрос, что значит «апостольская», то католики имеют в виду цепочка рукоположений от апостола Петра до наших дней, которая якобы есть, но которую никто не может доказать. А протестанты обычно под словом «апостольская» имеют в виду апостольское учение, которого мы придерживаемся. То есть с формулировкой-то мы согласны, но все дело в деталях. Или фраза про единое крещение во оставление грехов. Ну, конечно, мы понимаем, как мы привыкли понимать. Другие конфессии дадут другое объяснение этой фразе, но в целом мы согласны, правильно? То есть, итак, друзья, догматы – это вероучительные утверждения, которые принимаются на веру и не подвергаются критике. На догматическом уровне мы не конфликтуем с другими христианскими конфессиями. Разногласия наступают на следующем уровне, и мы сейчас об этом поговорим. Следующий уровень – это доктрины. Еще раз, были догматы, доктрины, мнения. Следующий уровень – это доктрины. Вот здесь все самое интересное происходит. Сразу возникает вопрос. Есть ли у Церкви Христа доктрина? Я знаю, что по этому поводу существуют разные мнения. И добавляет путаницы то, что под словом доктрина некоторые церкви имеют в виду какой-то специально составленный документ с вероучением, включающий в себя множество разных аспектов. У нас такого документа нет. У нас есть основы христианства, которые не являются в полноте этого слова доктриной, потому что это по верхам, это начатки учения, как в евреях сказано, это всего лишь начатки, они не раскрывают все полноты, во что мы точности верим. Итак, если под словом доктрина вы имеете в виду подробный вероучительный документ, то у нас его нет. В этом смысле у Церкви Христа нет доктрины. Но если под словом доктрина вы имеете в виду учение, которое звучит в Церкви, то доктрина, конечно, у нас есть. Конечно, есть. Причем она не расплывчатая, а очень даже конкретная. И даже сегодня во второй части мы будем говорить о наших доктринальных особенностях, вы сможете убедиться, что мы вполне себе имеем четкую доктринальную позицию. В Церкви Христа есть учение, и мы весьма уверенно делаем различные доктринальные заявления. И именно в доктринальной плоскости мы как раз расходимся с многими другими церквями, или они сами расходятся друг с другом, в общем, как-то так. Как мы это можем увидеть? Самая, пожалуй, самая область, так сказать, область наибольших разногласий – это путь спасения. В этой части мы довольно сильно конфликтуем с вероучением других церквей. Когда мы отвечаем на вопросы, как человек становится спасенным, какой человек становится спасенным. Что мы можем слышать? Помолись молитвой веры, и Господь Иисус войдет в твою жизнь. Кто-то говорит, что покаяние – это самое главное в этом процессе, крещение. Кто становится спасенным? Нужна ли собственная вера или достаточно крещения в младенчестве? Здесь мы разойдемся во мнениях, конечно. В какой момент прощаются грехи? Вот эти доктринальные разногласия мы запросто можем наблюдать. Церковь Христа придерживается определенных взглядов, но мы наблюдаем разницу с другими конфессиями и наблюдаем их разницу между собой. Это все большая область. Далее. Бывает так, что наши люди впечатляются культурой других общин. Сходил на собрание, впечатлился – о, ничего себе, как круто, вообще прям классно. Или мы смотрим в Ютубе каких-то красноречивых проповедников, и думаешь – ну это впечатляет, это там глубина какая-нибудь. Такое запросто может быть, но на самом деле, о чем сегодня вообще тема нашего разговора, нельзя забывать о доктринальной разнице. То есть, если какая-то община, какая-то церковь, какое-то течение нравится тебе культурой, это на самом деле не то основание, на которое нужно внимание обратить. Так, это коротко о доктринах. Теперь о мнениях. Третий уровень, на который мы можем вступать, так сказать, в разномыслие с другими конфессиями – это уровень мнения или практика, я тут назвал. Здесь идет речь о второстепенных вопросах, которые не имеют душеспасительного значения. Это могут быть культурные или смысловые особенности общины, некоторые принципы или правила, которые та или другая община придерживается. Это может быть разница между конфессиями, а даже может быть разница внутри одной конфессии, потому что эти вопросы не настолько важны. Ну, приводим примеры. Ну, например, мы говорим о порядке проведения богослужений. Когда вы приходите на собрание Церкви Христа, вы более-менее представляете, как все будет происходить. У нас сложилась эта вот какая-то культура определенная, свой микроклимат. Да, бывает немножко все по-другому, но в целом все предсказуемо. Это вот, понимаете, да? Вы пришли на собрание в другую общину, и вы увидели, что там вообще все не так. Ну, то есть это вообще, ну, как бы, это не вопрос доктрины, и тем более не догматов. Это вопрос, кто, как решили данные люди делать. Структура Церкви может быть такой или иной. Правила причастия. То есть в какой-то церкви идет причащение по рядам, значит, стаканчики. В какой-то церкви все подходят к пастору, к примеру, да, или там дьяконы раздают в каких-то там общинах. Это вот как раз не догматы, не доктрины. Это практические вопросы, которые решили Церкви делать у себя. Принципиальный вопрос – вино или сок на причастие. Да, к примеру, дрожжевой хлеб или пресный, кто-то отстаивает одну позицию, кто-то другую. У нас есть в Церкви практика друзей-подруг, которая кажется дикой для другого христианского сообщества, да, но мы в нее верим, потому что видим ее плоды, она уникальная, некоторые свидания. Вопрос, мнение – это петь с инструментами или без ассорганом, или там со скрипкой, или акапелла, или должны быть певцы зажигательными, или они должны скрыться за алтарем. Ну, то есть, это вопрос мнений, использование определенного перевода Библии, участие женщин и детей в богослужениях – это все вопросы не догматического и не доктринального характера, это все вопросы третьего уровня мнений, да. Совершенно точно, что это не догматы и не доктрины, и к ним так и надо относиться, что это всего лишь вопросы мнений, это всего лишь практика. Хочу вам прочитать длинную достаточно цитату Жана Кальвина. Знаете такого молодого человека? Этот молодой человек жил в 16 веке. Вот его цитата. «Есть положения, признание которых необходимо настолько, что никто не должен в них сомневаться, ибо они – начало и основание христианства. К ним относятся, например, утверждения о том, что Бог един, что Иисус Христос есть Бог и Сын Божий, что наше спасение заключено единственно в Его милосердии и прочие подобные им. А есть и другие положения, относительно которых ведется спор между церквями, и тем не менее они не нарушают их единство. Приведу пример. Если, допустим, одна церковь посчитает, что души после отделения от тела немедленно переносятся на небо, а другая, не дерзая точно назвать место, просто будет полагать, что они пребывают в Боге, и если такое расхождение не вызывает ожесточенного противоборства разных мнений, то почему оно должно нарушить единство этих церквей? Верно, конечно, что очень важно иметь согласие всегда и во всем. Но так как нет ни одного человека, не страдающего неведением, нужно либо отказаться от всякой церкви, либо прощать ошибающимся в вещах, незнание которых не угрожает спасению и не нарушает веры. Вот вам пример. Мы говорим, если у нас умер кто-то из учеников, мы говорим, он ждет нас на небесах. Мы так привыкли говорить. В другой церкви скажут, подождите, подождите, откуда вы это взяли? А как же там этот шеол, там все места смерти? Ну то есть, и Кальвин здесь говорит, какая разница вообще? Какая разница? Это вопрос вообще, он здесь не связан со спасением? Ну да, можно как-то по-другому смотреть на вещи. Это не догматические вопросы, не доктринальные. Это вопрос мнений. Понятно? И таких вопросов вообще немало. Это не настолько важный вопрос, чтобы о нем спорить. То есть, надо уметь видеть разницу между догматами, доктринами и мнениями. Наши люди иногда, особенно молодежь, наши люди иногда ходят в другие церкви музыку послушать. Есть такое. Вопрос, понимают ли они, что обращать внимание нужно не на различия в практиках, а на различия в доктринах. Правильное учение гораздо лучше хорошей музыки. Как музыкант я вам это говорю. Музыка потому, что не спасает, а истина потому, что спасает. Да, музыка нас связала, можно так сказать. Это наша доктрина или практика? Хорошо. Идем дальше. Ефесянам 4 глава с 11 по 15. Ефесянам 4 глава с 11 по 15. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Да коли все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Но истинною любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Здесь мы видим, что вот уже, по крайней мере, в Ефесе, которым пишет Павел, Ефесянам, у них уже были всякие ветры учения. Первый век. Ну, конечно, этих ветров учения не стало меньше сейчас. Вообще не стало ни разу. И здесь видно, что лидеров, которые здесь перечислены, апостолы, пророки, евангелисты, пастыры, учителей, они на то и поставлены, чтобы уберегать церковь от всякого ветра учения. Это лидерская задача. В смысле лидера церкви и в смысле лидеров домашней церкви. Это наша задача – оберегать людей от всякого ветра учения. В истории церкви мы всякие примеры могли бы видеть. Вот церковь была относительно едина, ну, вернее так, 10 веков она была в одном русле, потом их стало как бы две, потом из католической ветки в 16 веке как целый спектр вообще динаминаций произошел, а у нас в восточном, так сказать, христианстве свои были движения. Были всякие перегибы, были всякие уклонения. Некоторые из них нельзя назвать, ну, как бы прям существенными, но некоторые были весьма существенные. Ну, всякие секты, я говорю слово «секты» не в негативном значении. До начала 20 века слово «секта» не имело негативного окраса. То есть были всякие ветки христианства, которые ушли довольно далеко от евангельского учения. То есть были люди, которые занимались членовредительством, там отрезали себе всякое, люди там, ну, или смиряли себя через боль, к примеру, да, телесные увечья, были всякие, ну, вы слышали такие, наверняка, анабаптисты какие-нибудь, квакеры. То есть это все уходило в разные какие-нибудь ветки учения. В некотором смысле они придерживались евангельского учения, но некоторые уходили слишком далеко. Вот. Инквизиция, которая существовала в рамках католической церкви, да, доминиканский орден, в рамках католической церкви они каким-то удивительным образом поступали, ну, как, кто сейчас в здравомыслии скажет, что это по Писанию, да, вот, пытки там и всякое такое. Вот. Теперь церковь Христа. Мы-то кто такие? Да, мы одни из многих. Церковь Христа появилась в 19 веке. Если вы посчитаете историю, сегодня не об этом, но с 19 века концепция ученик равно христианин, мы появились в 19 веке. Откуда мы знаем, что мы, появившиеся спустя 18 веков, самые правильные? Откуда мы можем это знать? Вы знаете, нам доктринальную безопасность, нам гарантирует то, что мы обращаемся к Писанию первого века. Потому что, конечно, опыт церкви оброс, как бы, множеством разных там всяких штук, но нашу доктринальную безопасность гарантирует обращение к Священному Писанию. Ни одна церковь, вот сейчас я возьму на себя смело такое сказать, ни одна церковь любой конфессии в своей практике не руководствуется только Библией, и мы в том числе. Ни одна церковь в своей практике не руководствуется только Библией. Я объясню. Писание, предание, разум и опыт. Четыре вещи, которые любые общины используют для создания своего, как бы, своей конфессиональной идентичности, независимо от того, думают они так о себе или не думают. Объясняю. С Писанием более-менее все ясно. Если христианская церковь не ссылается на Библию, что-то здесь вообще не так. То есть, понятно, ссылаются все на Священное Писание. В любой конфессии. Предание. Что такое предание? Это накопившийся багаж знаний, каких-то действий, мировоззрений. В каких-то конфессиях есть письменные предания. Довольно существенные, да? У нас такого нет, но все равно у нас есть свой культурный фон. Например, у нас принято аплодировать на собраниях. Это считается дикостью для многих собраний христианских. Ну, а у нас это в порядке вещей. Это наш культурный фон. Мы так привыкли. Мы пришли в церковь, тут так уже было. Мы на это как-то сильно не влияли. Давай, брат, вот эти все штуки, да? Я только могу представить себе, как какой-нибудь католическом… Мы не знаем даже, откуда это взялось. Мы пришли в эту культуру, здесь так уже было. Эта культура уже была. Теперь, разум, какое он отношение имеет, как он влияет на происходящее в церкви. Ну, вот вам простой пример. Мы несколько лет назад столкнулись с пандемией, и у нас стал вопрос, как мы будем организовывать причастие. В Писании мы не находим ответ, как организовывать причастие в пандемию. Удивительно, но в преданиях мы тоже не находим ответ. Никто нам не может сказать, что какой-то опыт у какой-то конфессии уже был. Тогда на что нам полагаться? Мы полагаемся на здравый смысл. Мы просто думаем, что так будет хорошо. Когда у нас на экране, значит, какой-то человек читает отрывок из Библии, и там и остается время для хлеба и вина, чтобы причаститься по домам. Откуда мы это взяли? Это не из Библии, не из преданий. Это мы просто из разума взяли. Нам кажется это хорошим решением. И таких вопросов тоже множество может быть и у нас, и у любой другой церкви. И опыт. Что такое опыт? Когда мы сделали что-то успешное и неуспешное, мы потом повторяем это или не повторяем. Писание, предание, разум, опыт – это факторы, которые по-любому влияют на любую церковь, в том числе и на нас с вами. И мы даже смотрим на Писание через нашу культуру. И наша культура определяется Писаниями, нашим опытом и разумом. Все это вперемешку, все это замешано. Любая церковь полагается на эти четыре фактора, осознает она это или нет. Но тогда как мы можем быть уверенными в верности наших доктрин? Если мы только что сказали, что не только Писание определяет то, как мы поступаем в церкви. Мы можем быть уверены потому, что Священное Писание для нас является не одним из четырех факторов всего лишь, но он занимает главенствующую роль. В отличие от многих на самом деле конфессий, Священное Писание выведено на первый план, потому что если наше предание, разум или опыт вступает в конфликт со Священным Писанием, то мы вообще совершенно просто оставляем этот опыт или предание и действуем, как говорится, в Писании. Вы скажете, что в других церквях не так? Ну, не знаю, насколько я могу сказать, за все церкви, но часто не так. Часто не так. Это наше понимание принципа соло-скриптура. Знаете этот термин? Это один из пяти тезисов реформации, который с Лютера все началось, там дальше пошло-пошло-поехало. Было пять тезисов реформации. Соло-скриптура – только Писание, значит. Было еще соло-фиды – только верой, соло-гратия – только благодатью, соло-с-христос – только Христос, и соло-део-глория – только Богу-слава. Это один из пяти тезисов – только Писание. Это за что первые протестанты, так сказать, родили, чтобы этот груз предания оставить где-то, практик там каких-то, и обратиться к Писанию как к первоисточнику. И мы в это верим тоже. Теперь, означает ли это, что мы отвергаем наш опыт предания? Нет, это означает, что мы доверяем прежде всего Писанию и всем другим источникам, если они не вступают в противоречие с Писанием. И это то, что мы верим, наша отличительная особенность. Второе Тимофею 3.15. Второе Тимофею 3.15. «Притом же ты из детства знаешь священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение». Мы совершенно ясно здесь видим взаимосвязь между священными Писаниями и спасением. В одном предложении это четко сформулировано. А вот еще один отрывок. Колоссянам 2.8. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Уже в I веке апостол Павел понимал, что запросто, запросто может быть очеловечивание церкви. И могут пойти какие-то предания, какие-то опыты, какие-то практики. Что-то из иудаизма притянуто, у язычников что-то там из их старого религиозного опыта притянуто. И он предупреждает. «Будьте осторожны, чтобы никто вас не увлек этим». Это наше понимание соло-скриптура. Мы понимаем, что практика церкви формируется под влиянием разных факторов. Предание, разум, опыт. Все это имеет место в какой-то степени обязательно. Но мы верим, что именно священные писания являются фундаментом нашей веры. И мы уверены в этом, потому что знаем, что автор библейских текстов вообще-то Святой Дух. То есть если мы полагаемся на священные писания, значит мы полагаемся на Святой Дух. Ко всем другим источникам мы можем относиться с разной степенью уважения, но они не стоят в одном ряду с писанием. Итак, церкви не одинаковые. Это я заканчиваю свою вводную часть. Мы сейчас будем отдыхать на перерыве. Церкви не одинаковые, конфессии не одинаковые. Ортодоксальные церкви ставят, ну как католики православные, ставят писание и предание приблизительно на один уровень. В некоторых общинах опыт церкви выходит на первый план. Вот я сегодня вам цитировал Кальвина из 16 века и цитировал символ веры из 4 века. Нам на что надо смотреть? На Кальвина или на символ веры? Да. На 16 век или на 4, потому что он раньше 16? Нам надо смотреть еще раньше, чтобы смотреть на священные писания, потому что во времени учения свойственно обрастать всякими разными интересными бонусами. Да. Смотрите, я готовлю вас ко второй части. Мы сейчас отдохнем минут 10. Мы отдохнем минут 10. Можем ли мы оценивать другие конфессии? Кто вообще дал нам право оценивать другие конфессии? Вы знаете, я бы не стал оценивать их образ жизни. Вот как мы смотрели вначале, есть ортодоксия, ортопраксия. Все, что касается их высокоморальной жизни, их посвященности, их служению, наверное, нам оценивать не надо. Зачем нам судить о тех, кто не принадлежит церкви? Но учение нам надо оценивать, ортодоксию. Нам надо оценивать, потому что мы хотим быть уверенными, что мы учим в церкви тоже верно. И вопрос, а что, если кто-то захочет в церковь Христа тогда оценить? Пожалуйста, пожалуйста, конечно, пускай оценивают. Сегодня мы снимем видео, оно будет через несколько дней, будет в Ютубе. Пускай оценивают, что хотят, потому что мы заявляем о своей вере, мы вообще-то нашу веру под кровать не прячем. Друзья, все, что вы услышали только, что это было некоторое введение. Хорошо, если вы запомните разницу между догматами, доктринами и мнениями, чтобы мы искали ответы на вопросы разногласия на правильном уровне. В догматической плоскости у нас практически нет разницы, а мнения нас интересует мало. Но доктрины, над чем мы сфокусируемся сегодня во второй части, подробно поговорим. Ну хорошо, друзья, поговорим теперь о конфессиональных особенностях Церкви Христа. Что сейчас будет? Я буду сейчас шаг за шагом поднимать разные вопросы, которые должны, по идее, по моему, по крайней мере, замыслу для нас, очертить некоторый круг того, во что Церковь Христа в целом верит и во что Церковь Христа в целом не верит. Я могу допустить, что, слушая эти доктринальные особенности, даже у кого-то из вас могут быть, может быть, неуверенность об этом, а может быть даже и другой взгляд. Но мы говорим о том, как в общем виде это есть, не покушаясь, так сказать, на личную веру каждого. Поэтому поговорим последовательно. Значит, мы сможем увидеть схожести, различия доктрин нашей Церкви по отношению к другим христианским конфессиям. Я еще раз скажу на всякий случай, что мы не оцениваем образ жизни людей в других конфессиях, мы не даем оценку их праведности, богобоязненности, посвящению служения, их культуре и прочему. Это не наше с вами дело. То есть ортопраксию оставляем в стороне. Мы исключительно о вероучении сейчас будем говорить. Я упомяну несколько аспектов коротко. То есть, разумеется, по каждому из аспектов можно сделать отдельное большое учение, а то даже и несколько уроков или много. Это отдельные совершенно истории, можем библейские школы, если надо организовать. Но сегодня, как бы сказать, просто обозначаем эти вещи, доктринальные особенности. С чего надо начать? Начать надо вот с чего. Ученик равно христианин равно спасенный. Это наше предание, да? Наш разум и наш опыт. Все это в одном флаконе. Как бы, да? Смотрите. Отрывок, конечно, Деяния 11 глава, стих 25-26. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Это утверждение изменило жизни наши. Произвело переворот в сознании. Кто такие христиане? Христиане ли мы были до того, как это все прочли? Кого считать, а кого не считать христианами? Друзья, вопрос. Изменилось ли наше отношение к этой формуле? Нет. Никак не изменилось. Ничего не изменилось. Мы по-прежнему верим, что христиане – это последователи Иисуса. Так? Это его ученики. Мы по-прежнему верим, что последователи Иисуса проходят тот же путь, что и Господь. Умираются Христом для старой жизни, воскресают для новой и наследуют Царство Божье. Римлянам 6 глава, да? Вспоминаем. Ничего не изменилось в этом отношении. Мы в это верим, мы этому учим. Мы говорим, что спасение не определяется национальным признаком, потому что мы в России живем, например, русские духовные по природе. Мы это… Нет. Это, конечно, так, но учим мы вот этому. Да, да, да. Мы говорим, что спасение не определяется обрядом крещения, совершенным в детстве. Мы учим, что для спасения недостаточно лишь только веры в Бога, но имеет значение, во что именно верит человек, во-первых. А во-вторых, живет ли он, соответственно, тому, что говорит. Живет ли он по учению Христа. То есть на страницах Священного Писания мы находим очень ясные слова Иисуса, что это значит быть Его учеником. В этом отношении, друзья, ничего не изменилось. Вот доктрина Церкви Христа, если хотите. Как так вышло, что в какой-то момент времени Церковь Христа стала единственной истинной Церковью? Ну, мой комментарий был бы здесь такой. Если вы вспомните наши первые годы, например, в России церквей, наши осторожные проповедники учили о том, что для спасения нужно стать учеником Иисуса. А на вопрос, есть ли ученики Иисуса в других конфессиях, они как бы тихо добавляли, мы таких не видели. Но учение было, что для спасения надо стать учеником Иисуса. Наши не очень осторожные проповедники, радикальные, убирали вот эту поправку и просто провозглашали, что нигде, кроме Церкви Христа, спасения нет. Но если вы просто проанализируете, даже посмотрите записи прошлых лет, осторожные наши проповедники учили вот этой, не этому, формула, ученик равно христианин, равно спасенный. Об этом шла речь, что ученики Иисуса спасаются. Если они есть в других конфессиях, мы говорили, мы допускаем даже это. Мы почему-то думали, что обязательно они к нам должны рано или поздно попасть. То есть нам не надо учить о единой истинной Церкви, нам надо учить о том, что спасаются действительно последователи Иисуса и ученики Христа, как написано в Писании. Дальше. Нам давно понятно, что общины Церкви Христа не обладают эксклюзивным, исключительным правом спасать. Это наши перегибы прошлого. Ну, давайте скажем прямо, это мы так говорили. Время идет, мы научились. И мы не можем утверждать, что в других конфессиях люди не спасаются. Этого мы не можем знать, мы вряд ли можем как-то оценить масштабы. Но зато мы точно можем сказать, что человека можно назвать христианином, только если он является учеником Иисуса. В этом отношении ничего не изменилось. Мы в этом точно уверены, потому что священие Писания неизменно, оно говорит именно об этом. Так, ну, надеюсь, с этим у нас есть ясность. Идем дальше. Поговорим о крещении. Вы скажете, а что здесь особенного? Это очень важная тема, друзья, гораздо более важная, чем может показаться на первый взгляд. Это совершенно удивительно, но огромное количество протестантских общин относится к крещению не так, как мы. Практически все протестантские общины относятся к крещению не так, как относимся к нему мы. Вы знали это, да, наверное? Да. Поскольку о крещении в Новом Завете говорится довольно много, никакой из христианских конфессий не приходит в голову эту практику исключить. То есть крещение есть везде. Вопрос не в том, что крещение не практикуется, а вопрос в том, какой смысл в него вкладывается. А те доктринальные вещи мы говорим. Церковь Христа всегда считала и будет считать крещение рождением свыше. Это тот самый момент, когда Бог прощает человеку грехи и наделяет своим Святым Духом. А это связано со спасением. Прощение грехов и Святой Дух, это связано со спасением. Потому что человек с непрощенными грехами и без Святого Духа, человек не может быть спасен. Мы верим и будем верить, вот согласно Римлянам 6 главе, что человек погребен с Христом в крещении и затем воскресает с Христом к новой жизни. Там сказано в Римлянам 6 главе, что умерший освободился от греха. То есть другими словами, без крещения, чтобы умереть, ты не можешь освободиться от греха. Грехи прощаются в крещении. Это во что верим мы в Церкви Христа, зная, что огромное количество протестантских проповедников говорят совершенно другое. Но мы продолжаем на этом твердо стоять. Другие конфессии учат по-разному, но это совершенно факт, что многие церкви не связывают крещение с прощением грехов. Они говорят, что крещение нужно не для прощения грехов, но это всего лишь знак для других людей о решимости посвятить себя Богу. То есть они учат, что возрождение и спасение происходят вне зависимости от крещения. Почему это нас так волнует? Потому что это душеспасительный как раз вопрос. Эта тема относится именно к категории доктрин, потому что в догматике мы не находим противоречий, а в пути спасения вот здесь находим. И тоже, конечно, очевидно, это не вопрос мнений. От того, как мы учим о спасении, будет зависеть спасение людей. Если мы учим неверно, мы рискуем научить людей чему-то не тому. Если вы общаетесь с христианами из других церквей, ну, я, например, общаюсь, у меня есть знакомые, вот это как раз доктринальная разница. Задайте им вопрос, с какого момента они считают себя спасенными. И вы будете удивлены разнообразием ответов. Помолись молитвой веры, кто-то скажет или что-нибудь еще подобное. На каком основании, на чем мы основываем наше мнение? На чем мы основываем наше вероучение? На чем мы основываем эту доктрину? Деяния 2 глава, стих 36 по 38. Конечно. Деяния 2 глава, стих 36 по 38. «Итак, твердо зная весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья? Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. И получите дар Святого Духа». Слушайте, ну вот же ясно написано, крещение для прощения грехов. Тогда вопрос, куда уж конкретнее, да и про Святой Дух здесь тоже, кстати, говорится. Тогда вопрос, почему люди других конфессий не видят в этом тексте прямого указания? Изучали этот вопрос? Я изучал. Они говорят, что здесь предлог «для» означает на самом деле не «для». Они говорят, что на самом деле он означает «потому что». и трактуют так. Пускай из вас каждый будет крещен, потому что ваши грехи прощены. Я хочу вам сказать, друзья, это вообще-то фейк. Абсолютный. Потому что довольно легко доказывается с греческим текстом и на основании других отрывков, что «для прощения грехов» означает «для прощения грехов». Это так, как и есть. Вот почему мы в это верим. То есть это популярная точка зрения, что этот отрывок не говорит о спасении во время крещения. То есть мы, Церковь Христа, верим твердо, что крещение – тот момент, когда грехи прощаются. Ну хорошо, вот еще один текст. От Евангелия, от Марка, 16 глава, стих 16. Для тех, кто этот вопрос изучал, для тех предсказуем этот отрывок прозвучит, да? Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Вот опять тот же вопрос. Написано очень ясно, что крещение связано со спасением. И мы в это верим, потому что говорит об этом Священное Писание. Как так получается, что многие протестантские динаминации закрывают глаза на этот текст? Знаете, какой ответ? Вы не поверите. Этого текста не должно было быть в Библии. Вы не знали? Они говорят, этого текста не должно было быть в Библии. Это написано позже. Это утверждение рождает ряд вопросов. Ну то есть изначально, это правда, что рукописи Евангелия от Марка имеют, ну как минимум, я знаю, четыре варианта окончания. И не везде этот текст присутствует. Это правда. Но утверждение, что это было написано позже, это противоречит, ну даже, здравому смыслу. Вы понимаете, что не было какой-то одной Библии, которую стырили, дописали и вернули. Это были тысячи копий, там, десятки тысяч, сотни. Это вот так вот взять и вписать позже, вот просто эту фразу, это большой вопрос, как это сделано. Во-первых. А во-вторых, я думаю, чего нам надо опасаться в Церкви Христа? Не брать на себя право решать, что должно быть в Библии, а чего быть в Библии не должно. Если мы держим в руках Священное Писание, там ясно это написано, кто я такой, чтобы сказать, не должно быть 16 главы. Это что вообще такое? Поэтому, друзья, вот как написано, мы так и верим. Мы верим, что крещение является моментом спасения. Просто фантастика, думать как-то по-другому, вопреки Святому Духу. Ну, хорошо. Мы относимся к Писаниям не так, мы верим написанному. Кстати, я замечу, я сегодня читал вам символ веры, помните? И там было написано, там была фраза «Исповедуй единое крещение вооставление грехов вообще-то». То есть в IV веке люди, создавшие этот документ на Вселенском Соборе, мыслили вот так же, ровно. Да. Ну, мы уже с вами договорились, что мы не на IV век смотрим, а все-таки на Священное Писание. Да, да, да. Поэтому так, друзья, Церковь Христа исповедует доктрину о том, что человек спасается в момент крещения. Вот наша доктрина. Интересно, что с православной и католической церквями мы полностью сходимся в этом, кроме только возраста человека, который должен креститься. Ну, потому что, если вы посчитаете вероучительные документы православных или католиков, вы найдете подтверждение этой идеи. Вот. Нет там никаких других особенностей. И Евангелие от Марка должно быть в Библии, да. В общем, с крещением мы разобрались, друзья, я так понимаю. Церковь Христа верит, что крещение – это тот самый момент, когда человек спасается. Если, конечно, и другие условия соблюдены. такие, как вера в Христа, покаяние – это все, конечно. Ну, хорошо. Еще одна горячая тема. Иные языки. Как вам? А что такое? Что-то вы оживились как-то, что ли? Слушайте, да. Я сейчас буду говорить об отношении Церкви Христа к иным языкам. По-моему, прекрасная тема, да? Давайте сначала проясним, что это такое. Иные языки – это практика харизматических и пятидесятнических общин. Слово «пятидесятник» очевидно происходит от слова «пятидесятница». Это вторая глава книги Деяний. Вы помните там события. Через семь недель после Пасхи прозвучала проповедь апостола Петра. Мы все читаем. Там языки пламени. И, в общем, они стали. Мы сейчас это прочтем, на самом деле, прям текст из Библии. Этот день считается днем рождения Церкви. И пятидесятники говорят, что излитие Святого Духа сопровождалось этим знамением, что апостолы начали говорить на иных языках. И поэтому и в наши дни иные языки якобы являются признаком действия Святого Духа в человеке. Под иными языками пятидесятники чаще всего понимают молитвенную практику на самом деле. Ну, с человеческой точки зрения это невнятная речь, но они думают, что это вот как раз ангельские языки. Это выражение использовал апостол Павел. Мы сегодня тоже его прочтем. Ну, давайте сначала Деяние. Вторая глава с 4 по 11. Исполнили все Духа Святого и начали говорить на иных языках. Ну, начали же, да? Читаем. Как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящим его наречием. Я подчеркнул специально, видите это? Его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою, сие говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне, медяне, и ламиты, жители Месопотами, иудеи, Каппадокии, Понта и Асии, Фриги и Памфилии, Египта, честей Ливии, прилежащих Керинеи, пришедшие из Рима, иудеи, и празелиты, кретяне, и аравитяне. Слышим их нашими языками, говорящие о великих делах Божьих. Вот этот самый момент, откуда появляется вообще слово пятидесятники, вот из этого отрывка, да? Вот здесь действительно сказано, что по действию Духа Святого апостолы начали говорить иными языками. Вопрос, что это были за языки? В этом коротком отрывке трижды сказано, что слушатели полностью понимали сказанное. Я это выделил, говорящие его наречием, мы слышим каждое собственное наречие здесь сказано, мы слышим их нашими языками. Под иными языками здесь очевидно имеются в виду иностранные наречия, здесь, в этом отрывке. Это действительно чудо, мы не можем сказать, что этого не было, это действительно было так, это сверхъестественный дар, который был у апостолов, который послужил инструментом для проповеди Евангелия. Вот еще один текст, но обратите внимание, да, но обратите внимание, что молитвы здесь нет, во-первых, это не молитва на языках, а во-вторых, языки полностью понятны. И тогда мы считаем 1 Коринфянам 13 глава, 1 Коринфянам 13 глава, с 1 по 3 стих, происхождение термина ангельские языки, мы считаем здесь. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, о любви не имею, то я имею звенящие или кимвал звучащий. Ну вот отсюда фраза. Павел говорит, если я говорю языками ангельскими, говорит, ну вот же, ну вот же есть проангельские языки. Ну смотрите, как бы как выглядит, но это явная, как это, гипербола, это преувеличение. Почему? Давайте подальше прочтем. Если имею дар пророчества, знаю все тайны и имею всякое познание и всю веру так, что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. Это преувеличение, это метафоры, усиливающие речь. Если мы согласимся с тем, что здесь речь идет о бангельских языках по-настоящему, тогда нам надо будет согласиться, что Павел двигал горы и отдал свое тело на сожжение. Правильно? То есть это языковой прием, где он преувеличивает сознательно, потому что мы знаем, что Павел не двигал горы и Павел не отдал свое тело на сожжение. Более того, современные 50-ники, харизматы, если будут на это ссылаться, ну хорошо, на языках вы говорите, гору передвиньте. То есть это совершенно явное преувеличение, с которого совершенно не следует вывод, что существуют вроде какие-то ангельские языки. Я напомню, что когда мы читаем какие-то отрывки в Библии, связанных с ангелами, их общение с людьми, они всегда были понятны. Они, конечно, говорили по-русски. Да, наверное. Это заявление из области мнений, да, а не доктрин. Но даже когда мы читаем общение ангела, когда они там поют свят-свят-свят, это было понятно тем, кто это слышал. То есть на самом... Понятно, понимаете, о чем я говорю? Подводим итог этой темы. Церковь Христа не учит и не будет учить о необходимости молитвы на иных языках и не верит, что подобные говорения являются признаками действия Святого Духа. Говорение или молитва на иных языках мы считаем доктринальными заблуждениями. Это чувствительно, потому что я знаю некоторых людей, которые относятся к этим практикам немножко по-другому. Но Церковь Христа из-за таких людей не поменяет доктрину, друзья. А вот еще одна тема горячая. Дары исцеления и чудотворения. Мне кажется, у нас прекрасное собрание сегодня. Это одна из тем, которая стала популярной в последнее время. Есть христианские сообщества, в которых широко прокачивается идея, будто бы каждый верующий, пользуясь силой Духа Святого, именем Иисуса может совершать чудеса и знамения. Именно каждый верующий. Смотрите, что важно. Сейчас мы будем говорить, никоим образом мы не должны думать, что Бог не делает чудес. Никоим образом мы не должны думать, что Иисус не может исцелять. Мы говорим, мы не оспариваем это качество у Бога. Не будем оспаривать. Мы задаем вопрос, а действительно ли эти дары доступны каждому верующему? Как об этом учат разные динаминации? Вот вопрос. Читаем. Атеана 14.12. Этот отрывок используется как аргумент в защиту этой позиции. Истинно, говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. И нам говорят, ну смотри, мы можем делать то же, что делал Иисус, и даже больше мы можем делать того, чем делал Иисус. Один из аргументов. Какая проблема здесь? С чего мы взяли, что это о чудесах? Вот вопрос. Ну из этого отрывка здесь не говорится о чудесах же ничего. Здесь говорится о некоторых делах. Ну хорошо, что имеется в виду дела? Ну хорошо, ну накорми пять тысяч человек, ну к примеру, или пойди пешком по воде, если думаешь, что это о чудесах. То есть здесь совершенно не факт, что здесь мы должны сделать вывод, что о каких-то сверхъестественных вещах говорится. В некотором смысле, да, мы можем делать больше, чем Иисус, благовестие он распространяется как. Теперь, еще один аргумент. Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же, евреям 13 глава стих 8. Ну как же, Иисус не поменялся, Он исцелял тогда, Он исцеляет и сейчас. Аминь. Ты-то здесь при чем? Иисус не поменялся. И действительно мы верим, что если мы доверяем Богу наше здоровье, мы даем Его в Его руки, мы знаем много примеров, когда через молитвы многих людей происходили невероятные исцеления, мы все это знаем, и мы это не опровергаем никак. Но вопрос, даны ли каждому верующему эти дары, никак не аргументируется этим отрывком. Понятно? Отсюда совершенно нельзя сделать вывод, что любому человеку дана власть и целяет других. Совершенно не следует. Но вот наша аргументация от Матфея 10 глава стих 1. И призвав 12 учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Кому Иисус дал власть? Слушайте, на самом деле, мы даже делали библейскую школу на эту тему, это очень легко доказать, что в Новом Завете всякий верующий такой власти не имел. Если вы посмотрите, прямо изучите все моменты, все эпизоды исцеления, вы увидите, что большая их часть принадлежит Христу, какая-то часть принадлежит апостолам, 12, или тем, кому Бог послал непосредственно с задачами. Например, Анания пошел крестить Павла, и тот прозрел. К примеру, когда было сказано прямо, вы нигде не увидите никакой концепции, чтобы всем верующим, каждому верующему даны были такие власти силы. Хотелось бы, но нет. А вот что зато мы считаем. Второй коринфянам 12.12 признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. А когда апостолы совершали чудеса, это было доказательство их апостолства, доказательство их власти. Теперь, получается, мы не допускаем возможности в наше время проявления дара исцеления у каких-то людей. Знаете, друзья, допустить мы можем все что угодно, но мы должны ясно понимать, что в Новом Завете мы не видим ни одного примера, когда бы таким даром владел кто-то по своему пониманию, кроме тех людей, которые были персонально наделены этой властью. Более того, вот отрывок Деяния 19.11.17, я его не буду читать, но вы можете посмотреть, там нашлись люди, которые решили, что они могут именем Иисуса кого-то исцелить. Там было семеро ребят, которые именем Иисуса, которого Павел проповедует, решили там каких-то бесов изгнать. Это печально кончилось для них. Они в духе нечистым сказали, Иисуса знаю, и Павла знаю, ты кто такой. Да, посчитайте. То есть это единственный пример, когда мы видим, когда кто-то решил, что у него есть такая власть, и он неудачный. Это кончилось плохо. Еще раз, идея в том, что любому верующему дана власть совершать чудеса и исцелять не имеет под собой библейского основания. Ну давайте прям совсем для полноты картины. От Марка 16 глава снова почитаем. Напрашивается же, да, вопрос. Мы же отрывок это знаем. Кто будет веровать, креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что, смертоносные выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Тут вроде написано, что у веровавших будут исцелять больных. Тут это не написано, друзья. Тут написано, что у веровавших будут сопровождать эти знамения. Из этого отрывка никак не следует, что эта власть будет у всех. Но они будут свидетелями знамений и чудес. И они были свидетелями знамений и чудес. Причем не только исцелений. Здесь сказано, будут брать змей. В деяниях читали момент, когда апостол Павел держал в руках змею? Да. Здесь сказано, что-то смертоносное выпьет и не повредит. В согласии с преданиями, просто о преданиях, есть такая версия, что апостол Иоанн был приговорен к смерти через отравление. Ему дали что-то выпить, но он не умер. Его послали на остров. Это предание. Я не могу рычаться за это, так это было или нет, но такая история была. Здесь говорится о том, что верующие это все будут видеть. И они все это видели. Но здесь не сказано, что это будет всегда. И не сказано, что это будет делать каждый. Понятно? Но, ребята, есть еще одно интересное замечание. Есть еще одно. Оно еще прекрасное просто замечание. Марка 16 глава, да? Как так получается? Как так получается, что если вопрос исцеления, то вот аргумент, а если вопрос о крещении, то нет такой главы в Библии. Вы понимаете логику? Вернее, ее отсутствие. Ну как же? Если аргумент, что мы можем исцелять, потому что об этом написано в Марке 16 главе, то почему вы тогда не крестите людей? А потому что нет такой главы в Библии, потому что это было написано позже. Все окончательно запутано, короче говоря, друзья. Итак, что мы можем сказать? Подводим итоги этой темы. Мы верим, что Бог – целитель. Мы верим, что Иисус тот же сегодня и вчера, и вовеки. И Он продолжает совершать чудеса в жизнях людей. Вместе с тем мы верим, что всякому верующему… Нет. Вместе с тем мы не верим, что всякому верующему дана эта власть. И любой человек, как бы якобы силой духа, может совершать такие действия. В частности, исцеление. Понятно? Хорошо. Пока формируется доктрина Церкви Христа? Хорошо. Ладно. Новая тема. Мы несколько тем сегодня берем. Еще одна тема. Предопределение. Знаете, о чем речь? Прекрасно. Раз вы все знаете, зачем я выступаю перед вами? Слушайте, эта тема не так широко известна в христианском мире, как предыдущие, о которых мы поговорили, горячие. Тем не менее, нам пришлось в последнее время несколько ситуаций таких разбирать, волнительных историй. Что такое предопределение? Простыми словами, это учение о том, что жизнь человека предварительно спланирована Богом, в том числе и его спасение и осуждение. То есть, если ты предназначен для вечной жизни, то ты будешь спасен, что бы ты ни делал. С другой стороны, если ты не предназначен, то ты тоже по этому поводу ничего не можешь. Что бы ты ни делал, ты не будешь спасен. Это учение называется о двойном предопределении. Это правильный термин есть такой. Один из самых известных тезисов предопределения «однажды спасен, навсегда спасен». Это богословие горячо проповедовал Жан Кальвин в свое время, поэтому всю эту ветку богословской мысли принято считать кальвинизмом. Давайте прощем цитату Кальвина, чтобы было более ясно, что имеется в виду. Вообще-то у него есть целые книги этому посвященные, у нас всего лишь несколько строк, но кое-что мы увидим. Кальвин пишет, «Следует также заметить, что вне луна церкви нет надежды ни на прощение грехов, ни на спасение, как свидетельствуют Исаия и Иаиль». Ссылки прилагаются. С ними созвучен и Иезекииль. «Те, кого Бог хочет отстранить от небесной жизни, не будут включены в число его народа». Иезекииль 13, глава стих 9. Вот здесь как раз интересно видно богословие Кальвина. По его мнению, есть люди, где Бог не хочет, чтобы они были включены в его народ. К слову сказать, если вы посчитаете Иезекииль 13, 9, это не мои ссылки, это Кальвина ссылки, это он сам написал, Иезекииль 13, 9, вы с удивлением увидите, что там нет вообще ничего о предопределении. Там просто совсем другая история. Но здесь как раз видно хорошо богословие Кальвина. Какая доктрина есть у церкви Христа? Во что верит церковь Христа по отношению к предопределению? Может быть, нам тут и дергаться не надо, раз мы все равно спасены или не спасены. Будем дожидаться, так сказать. Но смотрите, во что верим мы? 1 Тимофею, 2 глава, стих 3, 4, сказано, «Ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Выражение библейское апостола Павла сразу противоречит здесь Кальвину. Это в принципе противоположные вещи. Тот утверждает, что Бог хочет, чтобы некоторые не были спасены. Но вот, что мы читаем в Библии. Хорошо, но вот, что мы еще читаем. От Луки 9, 23. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест и следуй за Мною». Получается, что Бог хочет спасти. И человек может захотеть идти за Иисусом. Это сумма воли Божьей и воли человеческой. Потому что кто не хочет идти за Иисусом, тот не идет. Но Бог хочет спасти каждого. Получается, что следование за Христом вполне себе желание человека. Бог хочет, человек хочет, есть желание Бога, есть желание человека. Бог хочет спасать, человек хочет спастись. Да простит меня Кальвин, но с его точки зрения мы не можем согласиться. Одним из критиков кальвинистской позиции в свое время, тоже, конечно, 16 века, был человек по имени Якоб Армений. Он позицию Кальвина подверг большой критике. И надо сказать, поэтому армениане, если вы слышали такое, арменианство, это позиция, как раз говорящая о том, что воля человека имеет значение. Что от тебя зависит, будешь, решишь ли ты что-то или не решишь. От тебя зависит, как ты будешь жить. И вот можно сказать, что с этой точки зрения церковь Христа разделяет арменианскую позицию скорее. Не то, что от тебя ничего не зависит, но мы говорим о том, что... Мы даже говорим, прими решение. Это уже признак того, что воля человека имеет значение. Мы не верим в принцип «однажды спасен, навсегда спасен». Мы не верим в двойное предопределение. Мы верим, что от решения человека вполне зависит выбранный им путь и образ жизни, и праведность, и вера, и как следствие спасения. Аминь. Не устали? Ну, я вам на закусочку приготовил вообще круть. Одна тема с двумя подтемами. Звучит это так. Диспенсациональный премили нарезу. Вы можете это произнести? Предвеликоскорбный диспенсациональный премили нарезу. Друзья, ну что вы? Я так рад, что вы не знаете этот термин. Но вы, наверное, знаете некоторые аспекты, которые этот термин подразумевает. Наверное, вы слышали упоминания таких терминов, как «великая скорбь», «последняя седмина», «восхищение церкви», «тысячелетнее царство Христа», «правление антихриста». Слышали о таком? Вот это вот все вместе? Диспенсациональный премили нарезу. Ну хорошо, объясню. Тысячи лет – это миллениум. Премили нарезу, значит, это приход Христа до тысячелетнего царства. А диспенсациональный означает, что разделение. Эти люди верят, что на протяжении истории Бог по-разному действовал. Как бы вот период Авраама, там одна тема была, эпоха церкви другая. Что Бог как будто по-разному действует с его народом. Это очень по-простому, там все гораздо сложнее. Я пытаюсь сказать простыми словами. Коротко суть концепции. Коротко суть концепции. Мы живем в последние времена, и скоро церковь будет восхищена на облака, чтобы встретиться там с Христом. В это время на земле настанет великая скорбь, которая будет продолжаться по разным оценкам от 3,5 до 7 лет. В это время церковь на небесах будет избавлена от этой скорби. На земле придет к власти Антихрист. Вероятнее всего это будет какой-то сильный политический деятель. Время скорби будет сопровождаться бедствиями, описанными в книге Откровения. Затем вновь придет Иисус и установит на земле свое тысячелетнее царство. Христос будет править в Иерусалиме. Через тысячу лет сатана будет освобожден на малое время, а затем окончательно побежден. И тогда начнется новая история. Диспенсациональные премиленаристы верят, что у Бога есть два завета. Это важно. Один с церковью, результатом которого является спасение церкви в Царстве Небесном. А другой с Израилем, в результате которого они получают земное царство с Христом на земле. Это я вам описал концепцию. Вы знаете, она разнится на самом деле в деталях. И многие проповедники, премиленаристы, они дают свои детали, и вы можете услышать там разные данные. В общем, но хочу вам сказать, что вот эта идея предугадать и высчитать приход Христа, она отсюда берет свое начало. Порядок действий, какой должен быть, там Северный Царь, там Гога и Магога, вот это все вещи начинаются. То есть это на самом деле замысловатая концепция, которая сейчас очень популярна в мире. Она в церковь пробирается. Этой теме, хочу вам сказать, друзья, этой теме всего 200 лет. То есть одна шатландская девушка увидела во сне восхищение церкви и пошло-поехало. То есть это все очень сложно. Придерживаются ли этой концепции церковь Христа? Дорогие, ну сказать нет, это мягко очень сказать. Абсолютно нет. Эта концепция имеет множество деталей. Я вот сейчас, у нас не библейская же школа, я не могу затронуть их все сегодня. Кстати, у нас есть тоже и записи библейской школы на эту тему. Практически все утверждения этой концепции берутся из таких мистических книг, из Даниила, из Экилия и Откровения. И причем отрывки, которые берутся, совершенно такие сложные, их нельзя трактовать однозначно. Там может быть миллион комбинаций, как все это может развиваться. Вопросов вообще очень много. А кого считать антихристом, например? Это большой интересный вопрос. Считать его антихристом Нерона или Домициана или множество римских пап, которых называли антихристами. Или это был Гитлер, или это был Сталин, или это был Горбачев, у которого, кстати, отметина была. Такие же большие вопросы вызывают термин «великая скорбь». Что это вообще такое? Сегодня мы не будем прям детально, но парочку буквально моментов я должен сказать. Существует много способов оспорить эту теорию. Есть научные труды. Но вот о Тысячелетнем Царстве чуть-чуть. Прочтем отрывок и парочку мыслей. И потом про два завета для Израиля и для Церкви. Тысячелетнее Царство, Откровение 20 глава, откуда берется сама идея. «Увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса. И за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали с Христом тысячу лет». Что делали? Запомнили это. «Прочих же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это первое воскресенье. Блаженный свят, имеющий участие в воскресенье первом, над ним смерть вторая не имеет власти. Но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним тысячу лет». Отсюда берется идея тысячелетнего царства в Иерусалиме. Кстати, заметьте, здесь не сказано, что оно будет в Иерусалиме и вообще на земле. Мы говорим, что вряд ли тысячу лет стоит понимать буквально. Есть для этого достаточно много оснований, чтобы считать это не буквальной величиной, не точной величиной. Мы читаем книгу «Откровения», я напомню, а там вообще с ней нужно осторожно обращаться. Есть аргументы в пользу того, что мы с вами уже живем в этот период тысячелетнего царства. Есть такие аргументы. Многие вопросы, понимаете, тема настолько мистическая, что там есть много вопросов, честно говоря, и много разных точек зрения, но есть предпосылки, я сейчас вам покажу, которые говорят, что мы уже живем с вами в царстве Христа. Например, 1 Петра 2.9. «Но вы, род избранный, царственное, священство». Мы только что об этом читали. Что это будет в тысячелетнем царстве. Вот мы читаем. «Вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди взяты его дел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Здесь говорится о царях и священниках царственного священства в настоящем времени. А вот еще «Откровение 1.5.6». «И от Иисуса Христа, который есть святитель верный, первенец из мертвых, владыка царей земных, ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своей, и соделавшему нас царями и священниками, Богу и Отцу своему слава и держава во веки веков. Аминь». Слушайте, здесь сказано, что благодаря Христу у нас прощены грехи, и Он сделал нас царями и священниками. Так и есть царство Христа или нет царства Христа? Да, и вообще, как можно сказать, что царство Христа когда-то будет на протяжении тысячи лет, если Он, Матфея 28 главе, ясно сказал «Дана мне всякая власть на небе и на земле». То есть царство Христа, оно придет или оно уже есть? У кого власть-то? Про Второе воскресенье можем отдельно поговорить. Хорошая тема. Что я хочу сказать, друзья? Вся эта замысловатая концепция премиленаризма не имеет под собой библейского твердого основания, но строится на предположениях и домыслах. Честно говоря, это не наша доктрина. Мы не будем учить о восхищении церкви. Мы не будем учить о том, что часть людей будет восхищена на небо, а остальных постигнут ужасы книги откровений. Мы не будем этому учить, как некоторым бы хотелось. Мы так не учим и учить не будем. И еще аргумент. Два завета. Самый конец, последняя вещь, которую мы обсуждаем. По логике этих ребят в Иерусалиме будет царство земное, и Иисус будет тысячу лет править там. Эта тема тоже активно разгоняется. Вы же видите, что в Израиле собираются как бы люди. Большие деньги некоторые страны платят, чтобы евреев собрать в Израиле. Потому что они верят в эту концепцию, что они должны собраться на своей территории. Но смотрите, якобы для Израиля у Бога своя программа действий. Якобы в настоящее время отношения Бога с Израилем стоят на паузе. Но когда войдет полное число язычников, тогда, мол, другие типа евреи спасутся. Как бы. Якобы во Христе не исполнились пророчества Ветхого Завета. Вот, диспенсационалисты говорят, что во Христе не исполнились пророчества Ветхого Завета. Им еще предстоит исполниться. Типа того. Якобы Израиль должен ждать исполнения обещания в Раму. Сказать об этом можно проще нам, друзья. В Новом Завете, когда мы читаем послания, когда мы читаем другие книги, нет никаких двух заветов отдельных для Церкви и для Израиля. Их нет. Их просто нет. Это выдумка богословская такая. Читаем Ефесянам 2 глава с 11 по 16 стихи. Вы понимаете, если мы допустим, что есть два завета, это означает, что евреи не нуждаются в благовестии. Но это не так. Они нуждаются в благовестии. И даже первая Церковь была, по сути, по составу еврейская. Какие, прости Господи, два завета. Читаем Ефесянам 2, 11-16. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плоским обрезанием, совершаемыми руками, что вы были в то время без Христа отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования. То есть Павел пишет язычникам, по сути. Не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Ибо Он есть мир наш, соделавших из обоих одно, и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей и учением, дабы из двух создать себе самого одного нового человека, острояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Здесь говорится о еврейском народе и о язычниках. И здесь вот трижды, по крайней мере, сказано, что это в одном, в одном народе Бог хочет их спасти. Нет никаких двух заветов. Понятно? Нет никакой особенной программы действий для Израиля у Бога. Это все миф. Или вот, например, последний отрывок на сегодня, Галатам 3. Ибо все вы, сыны Божьи, поверив во Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, не язычника. Нет раба несвободного, нет мужеского пола, не женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова, а по обетованию наследники. Если уж мы и говорим об обетовании Авраама, то вот оно реализуется во Христе, а не в Израиле. Друзья, если вы будете слышать подобные идеи, а вы их будете слышать, фильтруйте их, пожалуйста, потому что они представляют собой серьезное искажение замысла Божьего. Вообще вся эта история с тысячелетним царством и великой скорби, восхищением Церкви, она вообще довольно странная. Людям она нравится, потому что кажется такой таинственной, конспирологической. Из этого учения вырастают гипотезы о установлении дат, пришествия и много чего другого. Но, друзья, это не наша доктрина. Мы этого не придерживались, не придерживаемся и придерживаться не будем. Подводим итоги. Вот тема, о которой мы сегодня поговорили. Ученик равно христианин, равно спасенный. Мы в это верим. Крещение имеет спасительное значение. Мы в это верим. Под иными языками в Писании понимаются иностранные наречия. Дар чудотворения и исцеления не дается каждому верующему. По поводу предопределения мы говорим о том, что воля человека тоже имеет значение. По поводу диспенсационального премиленаризма мы говорим, что он не имеет основания под собой библейского. И нет двухраздельных заветов для Церкви Израиля. Братья и сестры, это была попытка очертить круг конфессиональной идентичности Церкви Христа. Я допускаю вполне себе, и даже это хорошо, если какие-то темы вызвали у вас больше вопросов. Но в общем виде, вот учение Церкви Христа, наша реакция на модные сейчас учения, какие-то развивающиеся и так далее. Вот как в этом в общем виде есть. По поводу каждой из этой темы мы можем отдельно разговаривать, делать отдельные библейские школы, все, что хотите. Но сейчас это так. Все. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо.